Здравствуйте, дорогие посетители канала Славный Подарок! С вами я, Елена Румянцева, преподаватель и руководитель Православной Этической Школы Преображения при Храме на Крови города Екатеринбурга. Сегодня мы продолжаем наше занятие по развитию музыкального слуха. Ссылочки на предыдущее занятие под видео. Сегодня, как я и обещала, тренируются женские голоса. Причем, сразу предупреждаю о том, что слушать урок рекомендую всем, и мужчинам, и женщинам. И также, если нас смотрят дети, пожалуйста, смотрите, это все доступно для понимания ребенка, начиная где-то, может быть, лет 7-8. Но, в принципе, уроки, конечно, предназначены больше для взрослых людей, так как именно во взрослом возрасте человек осознает потребность, часто бывает такая потребность в занятиях музыкой. Сожаление о том, что когда-то он не пошел в музыкальную школу, как хотели родители, или наоборот, что родители не отдали, как он просил, или что он не закончил там, начал один класс, прошел, а потом, так сказать, захотелось уже гулять на улице, бегать и заниматься чем-то другим. А вот сейчас занимался бы, да, уже вроде бы поздно. На самом деле, никогда не поздно начать заниматься музыкой. У меня есть ученики, которые начинали свое изучение музыкальной грамоты, свое музыкальное образование в 70 лет. И, причем, после этого имели возможность еще, Бог давал здоровье, силы, чтобы эти люди пели в храме, на клеросе. Слава Богу. Итак, тренировка. Продолжаем тот же режим, который у нас уже с вами был. То есть, вначале я показываю первую ноту, вы ее просто слушаете, я ее играю на инструменте. Затем вторая нотка, пропиваем, пропиваем ее вместе с вами. И так далее. Первую мы прицеливаемся с нашим слухом, координируем со связочками внутренне. Ну, понятно, что вы сами осознанно это сделать не можете пока. Я просто немножко раскрываю вам механизм, что происходит, когда мы внимательно прислушиваемся к звучанию вот этой вот эталонной нотки, которую нам нужно будет повторить. Можно сравнить это, ну, вот скажем, с тем, что мы прицеливаемся, что куда-то попасть нам нужно. Либо выстрелить, либо там кинуть мяч куда-то конкретно там в сетку. Вот мы, так сказать, координируем свои движения с целью. В данном случае звук – это наша с вами цель. Вот, сейчас начинаем. Внимание. Значит, нотки у нас называются фа, соль, ля, си, бемоль. Объясню сейчас, почему так. И до. Значит, мы сейчас находимся с вами на территории гаммы фа мажор. Вот у нас тоника, не забудем, что это первая ступень тоника, первая ступень гаммы нашего звукоряда, в данном случае мажорного звукоряда, не полного, только до пяти ступеней у нас здесь. Двух ступенечек нет, шестой и седьмой. Первая ступень звукоряда гаммы называется тоникой. Итак, здесь тоника фа, и в системе гаммы фа мажор у нас присутствует изменение вот этой нотки си. Почему, я сегодня вам объяснять не буду, а в следующий раз, возможно, коснусь этого или через урок. Значит, изменение у нас произошло с помощью вот этого значка, который называется бемоль, бемоль. Вот, этот значок у нас понижающий, то есть нотка была понижена, то есть по клавиатуре ушла влево, от белой клавиши, в данном случае на черненькую, ушла влево на клавишу си бемоль, то есть на соседней. Посмотрите, вот просто си, просто си нотка, да, а вот это си бемоль, си бемоль. Если мы двигаемся от си, как бы по отношению к си, вот это вот си бемоль. Итак, посмотрите, на клавиатуре вот эта гамма наша будет фа, соль, ля, си бемоль, до. Ну, если продолжать гамму, то она будет ре, ми и фа. Вот, так вот эта си бемоль у нас как раз и будет пропиваться. Если бы мы двигались от ля, нам бы понадобилось ля повысить, то эта же клавиша стала бы тогда ля диез, но в данном случае она си бемоль. Так, называем нотки еще раз фа, соль, ля, си бемоль, до и обратно си бемоль, ля, соль, фа. Вот у нас звучит фа первой октавы. Запись у нас в скрипичном ключе сегодня, да, ключ соль. Начали. Фа. С. С. Си бемоль, до, си бемоль, доad. Ля, Сол, И, О, О. Теперь попробуем еще раз пропеть эти нотки. Только теперь вы будете петь их самостоятельно. Первую нотку слушаете, вторую поете самостоятельно, без меня. Начали. Субтитры создавал DimaTorzok И последний раз мы споем с вами следующим образом по одному звуку. Вместо двух у нас будет только один звук. И вы будете сами его называть уже сразу. То есть уже прицеливаться слухом, как будет звучать следующая нотка. То есть не только, не столько слышать, вернее, образец звука, да? Как уже заранее представлять звучание следующей ступени гаммы. То есть вы спели Фа, а уже в уме у вас начинает звучать Соль. Это называется внутренний слух. Внутренний слух. Он будет подсказывать вам, как именно будет звучать Соль. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...